На прошлом уроке мы разобрались с инструментами, и сегодня рассмотрим материалы и фурнитуру, необходимые для создания украшений, базовые предметы. Первое – ювелирный тросик. Это металлическая нить, состоящая из нескольких скрученных между собой тоненьких металлических нитей. Тросы бывают разной толщины, от 0,3 мм и выше. Хорошие тросы сверху защищены прозрачной защитной пленкой для предотвращения ржавения. О свойствах троса будет дальше. Мемори проволока представляет из себя металлические кольца в одном мотке. Бывают разных диаметров, в разных цветах металла и разной толщины, от 0,6 мм и выше. Ее особенность состоит в том, что она держит форму, как бы мы ее не разгибали, и используется для изготовления колье и чокеров. Но при желании, приложив усилия, ей можно задать и другую форму, которую Мемори проволока будет сохранять в украшении. Также есть Мемори проволока для изготовления браслетов, и она также доступна в разных цветах. При помощи нее можно создавать однорядные и многорядные браслеты, которые будут держать полужесткую форму. Проволока. Она также используется в изготовлении украшений. Она бывает не только разной толщины и цвета, но здесь нужно учитывать и свойства металла, из которого она изготовлена. Алюминиевая очень мягкая, медная в основе несколько жестче и латунная, также имеет свои положительные особенности. Есть еще стальная, но я такой не пользуюсь. При создании украшений используют еще и нити. Это у меня лавсановая нить, она синтетическая. Некоторые предпочитают работать с натуральными нитями, но я не сторонник этого. Нить фаерлайн. По сути, это очень качественная леска. Ее свойства не путаться, не распускать и не расслаблять уже сплетенную заготовку делают ее незаменимой. Фаерлайн бывает также разной толщины в зависимости от ваших потребностей. И еще одна нить, она более бюджетная, но обладает интересными свойствами, которые я обнаружила. Она также не путается при работе с ней, но она скользкая, и поэтому ее нужно постоянно держать в натяжении, чтобы изделие не распускалось во время работы. Мои личные наблюдения показали следующее. Если лавсановая нить и фаерлайн легко пересекаются очень острыми ножницами, то эта нить ведет себя в этой ситуации совсем по-другому. Видите, даже после многократных попыток разрезать, она все еще не пересекается полностью, так как эта нить мультифиламентная. То есть состоит из большого количества мельчайших крепких нитей. Почему это важно и что это значит? Такая нить будет стойкой к перетиранию украшения. Это очевидно. Нужно понимать, несмотря на то, что фаерлайн, лавсан и ювелирный тросик очень устойчивы к разрывам, это не является гарантией к их перетиранию от бусин с течением времени. Тросик при перетирании защитного слоя к тому же еще может ржаветь. Но несмотря на это, тросик я люблю и активно им пользуюсь. Когда мы начинаем собирать украшения на тросик, бусины во время работы могут слетать с него. Поэтому для удобства работы я пользуюсь всевозможными фиксаторами. В своей работе я использую два вида фиксаторов. Металлический в виде пружины. Он очень быстро фиксируется и хорошо держит бусины на тросе. И пластиковый. Он из швейной фурнитуры. Фиксируется по-другому и удерживает украшения тоже хорошо. Но я их разделяю в своей работе. При работе с тросиками я использую металлические пружинные фиксаторы. Они еще удобны и тем, что прекрасно удерживают две нити при создании двухрядного украшения. Трос тонкий и пружина на нем отлично держится. Пластиковый фиксатор на тросе для меня менее удобен. А вот при работе с мемори-проволокой металлический фиксатор ведет себя по-другому. За счет того, что проволока достаточно толстая и жесткая, это видно в сравнении с петлями пружины, пружинный фиксатор может иногда слетать при частом переворачивании украшения в процессе работы. Соответственно, и бусины будут также с нее слетать, а дальше понятно. В этой ситуации мне более удобен пластиковый фиксатор, который достаточно надежно держится на мемори-проволоке и не подводит во время работы с украшением. В арсенале лучше иметь более четырех фиксаторов. А теперь о фурнитуре. Она бывает простая и премиум качество с покрытием роди или золота разных видов. 14К, 18К, 24К и КС. Где К это каратность. Простая фурнитура бюджетная и она может темнить со временем. Премиальная фурнитура достаточно износостойкая. И при правильной эксплуатации украшения не будет терять своих свойств годами. Обязательная базовая фурнитура это замочки. В данном случае это карабины, которые еще называют лобстеры. Бывают разных размеров. От совсем миниатюрных до гигантских. Это наиболее распространенный вид замка. Все многообразие замков невозможно описать в рамках этого видео. Кроме замков, работе нам никак не обойтись без колец. Они также бывают в разных цветах металла, разных размеров, разной толщины и разных форм. Декоративные, соединительные, двойные. Начните с обычных соединительных колец. В своей работе многие мастера пользуются протекторами. Все они имеют примерно одинаковую форму и размеры. Показываю, как протектор надевают на тросик. И необходим он для того, чтобы защитить тросик от преждевременного перетирания в критическом месте. То есть, в месте крепления замка. Для того, чтобы сфиксировать собранное украшение, перед протектором на трос устанавливают кримп. Кримпы также бывают разных цветов и разных размеров. Можно сразу купить готовый набор с популярными их размерами. Как фиксируется кримп на тросике, я уже демонстрировала в прошлом видео. Для этого нужны плоскогубцы или кримпер. После того, как мы установили кримпы, их нужно спрятать. Для этого используются специальные укрывные бусины, которые выглядят так. Надеваем бусину поверх кримпа и смыкаем края плоскогубцами, формируя шар. Кроме того, в работе часто используются всевозможные металлические бусины, которые называются проставочными. Так как их устанавливают между основными бусинами в украшении. Они также могут быть разных форм, размеров и цветов металлов. Шапочки или обниматели для бусин. Не обязательно, но очень интересная фурнитура. Также бывает простой и премиальный. Их используют для обрамления бусин и придания им какого-либо эффекта. Крошечные шапочки 3 мм на крупной бусине смотрятся очень нежно. При помощи таких шапочек можно решать и некоторые проблемные моменты. Прикрыть, например, большое или не очень красивое отверстие бусины. Для примера я взяла бусину 12 мм. Вот так она выглядит с шапочками, относящимися к простой фурнитуре. Как видим, одна и та же бусина будет смотреться по-разному в шапочках разного дизайна. Но и от размеров шапочек тоже многое зависит. Сейчас я надену шапочку 10 мм на бусину 12 мм. Итог вот такой. Как по мне, шапочки здесь великоваты. Ну, если такая задумка, то, конечно, может быть. А сейчас я надену на бусину 12 мм шапочку 12 мм. Видите, мы спрятали под этими шапочками большую часть бусины. Это тоже не очень красиво, если это не часть дизайна. Вывод. Шапочка всегда должна быть меньше диаметра бусины. Следующий необходимый вид фурнитуры – это пины. Они бывают простые и с покрытием, премиальные. Бывают разной длины, толщины и с разной формой головки. Каждый вид пина используется в соответствии с конструкцией и дизайном вашего украшения. Основными материалами, конечно же, являются цепи, жемчуг и бусины из разных камней или кристаллов. Это основа любого украшения. Для удобства работы я практически всегда использую вот такой коврик. Его называют бисерным. Я его укладываю на поднос и при необходимости перейти на время к другой работе убираю его в сторону. Бисерный коврик прекрасен тем, что при высыпании на его поверхность мелких бусин или бисера, они не рассыпаются и не катятся по поверхности стола. А также с такого коврика их очень легко собирать. Не так, конечно. Для этого будет полезен вот такой металлический совочек, который по совместительству еще и достаточно тонкий пинцет. Треугольные маленькие лоточки. Очень удобные для пересыпания фурнитуры и материалов куда-либо. Бывают в разных цветах, отношу их к полезным мелочам. И что касается совочка, то у меня в арсенале есть еще вот такая миниатюрная ложка. Она гораздо уже совочка и очень полезна при наборе мелкого материала и фурнитуры из миниатюрных отсеков-контейнеров в тех случаях, когда совочек бессилен. Иглы. Они тоже нужны при создании оригинальных авторских украшений. Мои фавориты это вот такие иглы. Они бывают разной длины. Особенностью их является конструкция иглы. Такая игла раскрывается по центру. И благодаря этому в нее легко продевать нить и сама нить в ней неподвижно фиксируется. Эти иглы очень гибкие. И в этом тоже их большой плюс. А это иглы, которые уже побывали в эксплуатации. Они деформировались от работы, но тем не менее ими можно пользоваться еще долго. Раз мы говорим об иглах, хочу вам показать и наперсток, модель которого мне очень нравится. Он отличается от всем привычного наперстка. И удобен тем, что его можно регулировать по объему пальца, на который его планирую надевать. На большой или на указательный. Плоские катушки. Нравится ими пользоваться. Они очень удобны для наматывания проволоки, цепей и остатков нити. Портативный мини-паяльник. Очень удобное изобретение. Для пересечения ненужной длины нити или запаивания конца нити в изделии. Получается незаметно и надежно. Включается нажатием кнопки, которую нужно удерживать во время работы. Но в новых моделях кнопку уже можно не удерживать, так как включение и выключение происходит одним нажатием кнопки. Но мне удобнее именно такая модель. Питается от батареек, хватает надолго. Если вы не хотите приобретать бисерные коврики, то их можно заменить фоторамкой, основу которой можно обтянуть бархатом. И еще для работы с украшениями могут быть полезны готовые планшеты, созданные именно для этих целей. На них уже нанесена специальная разметка и есть множество углублений для размещения в них материалов и фурнитуры, а также для создания многорядных украшений. Планшет изготовлен из пластика, покрытого снаружи мягким бархатистым флоком. Еще один очень полезный планшет такого же качества. Он предназначен для работ по изготовлению браслетов. Внутри каждого круга имеется обозначение размера браслета. Очень полезная вещь для примерки браслета во время работы. Еще у меня в обиходе есть вот такие дисплеи, которые изначально были задуманы для хранения украшений. Но я их использую как помощников при сортировке материала или подготовке нужных материалов и фурнитуры к работе над новым украшением. Для этих целей можно еще использовать и художественные палитры, которые можно купить в любом магазине констоваров. Что касается хранения фурнитуры и материалов, то здесь на помощь могут прийти разнообразные контейнеры для мелочей. У одних из них перегородки фиксированы, а у некоторых других съемные, что позволяет регулировать объемы ячеек по необходимости. Кроме миниатюрных контейнеров есть и побольше, также со съемными перегородками, что очень удобно. Бывают и совсем небольшие, с отдельно открывающимися ячейками. Очень удобно для хранения бисера и самых маленьких бусин. А есть также контейнеры с отдельно открывающимися ячейками, объединенные в одном большом контейнере. Это тоже очень удобно. Но можно позаимствовать контейнеры не только в специализированных магазинах для творчества. Они есть и в супермаркетах, в отделах для рыбалки. Посмотрите, какой замечательный вид контейнера я купила у нас в Авроре по цене чуть более 50 центов. А это еще один вид рыболовных контейнеров средних размеров, где можно хранить материалы. Удобны и такие круглые контейнеры. И контейнеры для пищевых продуктов, где можно хранить объемные расходные материалы, такие как мемори проволока и крупные катушки с нитями. Очень удобный формат для хранения флаконы. Они бывают разных объемов. В них можно хранить не только бусины, но и цепи большой длины. Флаконы с кисточкой. Полезное приобретение для того, чтобы налить туда небольшое количество вивлерного лака, которым обычно покрывают простую фурнитуру, чтобы она не темнела. И частый вопрос зрителей по поводу шнуров кумихима. Для их плетения я использую вот такие диски, которые так и называются. Диски кумихима. Они бывают разных размеров и формы для плетения круглых или плоских шнуров. Так как зрители моего канала находятся в разных странах, я сделала подборку ссылок на продемонстрированные товары с международного сайта Алиэкспресс. И в следующем видео я пошагово покажу, как собрать простое украшение на ювелирном тросике и мемори проволоки. Покажу и объясню различия в работе с ними.